Александр Григорьевич, хочу спросить, вы появились с автоматами, что это было, какой сигнал кому хотели послать? Вы так и не разгадали. Вот все гадают, масса версий, поэтому хотим от первого источника. Это очень просто. Я знаю, что в это время на одном известном канале, многие сидели на этом канале, и что они увидели за час до этого появления? Дети президента в Ростове, президент бежал, президент трус и так далее. Была такая информация. Скажите, вы на моем месте. Какие ваши действия? Показал бы, что я на месте. Я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь. Автомат. Вот всех интересовал автомат. Кто-то там вспоминал альенды, кто-то еще какие-то версии. Как разворачивались события? У меня здесь, во Дворце Независимости, ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске. Со всех камер. У нас их таких много центров. Я все увидел, что делается в Беларуси. И вы помните, они тогда впервые рынулись сюда, ко Дворцу Независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и так как следует, Дворец Независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, километр два буквально, через озеро, у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. И вот как только президентский вертолет поднялся, они начали расходиться. Но какая-то обычно боевиков кучка эта осталась. То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь. И я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя у меня там за руки, за ноги. И вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил. Потому что, говорит, а вдруг снайперов, вдруг что и прочее. Я говорю, нет, я должен выйти. Ну, разбежались, не разбежались, еще кто-то остался. И поблагодарить этих ребят, которые там стояли в цепочке и достойно себя вели. Вот вся конспирология. То есть главное, я не трус и не боюсь. И никуда я не бежал, и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не побегут. Александр Григорьевич, это посыл все-таки больше внешнему или внутреннему? И тем, и другим. Слушай, если бы не было внешнего, мы давно уже бы справились с этими проблемами.